Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 21 апреля 2020 года. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 800 человек, за прошлые сутки оно увеличилось на 5 642 человека. Выздоровело от коронавируса в России 3873 человека. Всего в стране от коронавируса умерли 456 человек, за сутки количество летальных случаев увеличилось на 51 человек. Выявление более чем 6000 новых носителей коронавирусной инфекции в России в воскресенье, 19 апреля, связано с увеличением числа тестирований, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Эти 6000 возникли в тот день, когда утром в соответствии с рекомендациями Всемирная организация здравоохранения правительства рекомендовала всем расширить круг тестируемых контактных лиц, сказала она. Глава счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП, по его словам, в далекой перспективе увеличение расходов на медицину до уровня 10% ВВП может быть реально, так как здравоохранение – ключевой вопрос национальной безопасности и безопасности каждого гражданина, как мы сейчас убедились. Экономика России сократится в 2020 году на 4,4,5% в базовом сценарии, прогнозирует АКРА, в худшем случае ее ждет падение на 7,5% из-за вызванного пандемией кризиса. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США – 787 тысяч человек. Испания находится на втором месте – 200 тысяч человек. Италия – на третьем – 181 тысячи двести человек. Франция – на четвертом – 156 тысяч четыреста человек. Германия – на пятом – 147 тысяч человек. Россия находится на десятой строчке. В ООН потребовали справедливого доступа к вакцинам против коронавируса. Все 193 государства, члены Генассамблии ООН единогласно приняли резолюцию, выступающую за общедоступность будущих вакцин от коронавируса. В документе страны участницы попросили генсекретаря ООН Антонио Гутерриша определить те варианты работы с будущим препаратом, которые обеспечат справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от COVID-19. Дональд Трамп заявил, что временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты. Таким образом, президент планирует сохранить рабочие места американцев и продолжить борьбу с распространением коронавируса. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан — от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей.